всем привет хочу сегодня рассказать про свою самодельную нахолстовую жилетку которой я пользуюсь уже второй сезон я и пользуюсь даже наверное уже больше года ну как вы видите она не износилась не истрепалась только вот эту вот веревочку я рванул она немножечко начала вылазить но это неважно это неважно значит отлично себя жилетка чувствует очень-очень мне удобно вот сейчас я хочу рассказать про новое введение ну и в принципе как вот опыт как я уже сказал единственное что мне в этой жилетки не нравится этот цвет это больше все отлично вот узелки которые вот здесь были завязаны я переделал на такие вот зажимчики пластиковые от какой-то сумки вот замки еще что можно сделать из яркого паракорда какого-то веревочки яркой нот как-то я так это не сделал значит хочу я в основном в этом видео рассказать про нововведение точнее про изменения модернизацию которую я сделал значит сделал я модернизацию вот если вы посмотрите все вот эти вот крепежи я перевел наклепки вот такие вот сверху то есть вот этот карман можно убрать это даже наверное скорее у меня не жилетка на хвостовая разгрузка так можно вот то есть вот эта вот задняя сумка снимается хотя она тоже классно и удобно но иногда она не нужна это раз допустим когда я ходил ловить танкорой вот ходил я буквально там 500 метров от машины для чего мне собой что-то таскать там какие-то куртки какие-то еще там вещи собой ничего не надо нужна одна сумочка я вот подумал хорошо было вообще вот одну такую сумочку сделать чтоб она вешалась куда-то отношуешь и все что надо мне есть новую шить как-то лень ну вот надо вот здесь вот еще сделать пару таких живопите или как я снимал это же сделать какой-то вот таких вот петель и вот таких вот сделать такое на шее крепления или на пояс. Ну, в принципе, я уже думаю сделать на пояс крепление, но вот здесь надо ремешок увеличивать, а этот ремешок будет куда-то прятаться. Ну, я думаю, вы понимаете, что даже мягкая подкладочка вот эта вот наплечная, она снимается, но я это еще показывал в обзоре, кстати, кому интересно, посмотрите обзор. Значит, вообще, для чего вот все это было сделано? Ну, вот, вроде как хорошая цельная жилетка была или разгрузка, но для чего это нужно было? В основном, это нужно для того, чтобы, как я сказал, если нам не нужна сзади сумка, во-первых, летом, как бы я не старался, но все равно под ней спина приедет. Это раз. И второе, иногда нужно одеть рюкзак, ну, вот, допустим, тоже я испытывал несколько новых удочек, и, ну, надо было их взять с собой на воду, несколько тубусов, и чтобы не носить с собой, так как, ну, удочка, в принципе, она лишь легкие, нахолстовые. Вот, ну, пришлось взять с собой рюкзачок. И с жилеткой одеть рюкзак оказалось, ну, это очень что-то кошмарное и неудобное, поэтому была сделана вот такая доработка. Значит, я сшил вот такой вот крестик. Вот. Обратите внимание, как он сшит. Сначала он был просто под 90 градусов крест-накрест сшит, вот так вот здесь, плотно. Но потом я посмотрел, что угол бывает не угадаешь, из-за того, что когда вот он нам не одет, вот, двигаешься и начинает перетягивать. Поэтому я сделал просто вот такие вот две петли, вот, и петля в петлю ленты проходят сквозь друг друга, и поэтому, поэтому, вот вы видите, какое-то движение у них есть. Вот, свободное движение. Вот, здесь же все жестко пришито. Кстати, вот сюда вот мы за эту петлю тоже можем зацепить какой-то карабин, какой-то карабин, вот по типу вот такого вот, и вешать сюда подсак или что-то еще. Также вот здесь вот эти вот шлеечки я оставил не пришитые, сюда тоже можно что-то подвязать, если нам нужно какой-то карабин, кому как удобно. Мне, допустим, вообще удобно подсак на поясе носить. Вот, пускай он по воде волочится, ничего в этом страшного нету. Вот, мне так удобно. Вот, или же я вообще вот думаю сделать такой крепеж, как рыболовый который ловит танкарой. Вот, японцы, у них такие длинные пацаки. И пацаки на длинный русский. И они их просто крепятся за пояс. Вот, мне тоже показалось, что так будет удобно. Я еще не пробовал. Ну, значит, давайте посмотрим эту систему. Мы сняли заднюю сумку. Мы элементарно сюда вот сейчас крепим вот эту вот кристовину. Я сначала думал ее сделать регулируемой. Я потом думаю, для чего это надо? Кому это надо, если у меня регулируются вот эти вот шлейки? Вот, то есть, ниже, дальше, выше, ближе я могу опустить что наплечными, что задними, что боковыми шлейками. Ну, и то есть, вот такая вот у меня получается жилетка. То есть, сзади просто крестовина такая на спину. Летом на жаре не жарко, если нам не нужна сумка. Если мы ловим недалеко от машины, там, или от какой-то места стоянки нашего. Вот, или если надо рюкзак, то, по-моему, это очень удобно. Ну, то есть, и плюс еще жилетка эта облегчается. Вот такая вот доработка, вот такая вот история, вот такая вот идея. Ну, на этом все. Есть еще, конечно, одна доработка, но об этом я... Пока что еще нужно ее доделать, додумать, испытать и потом только рассказывать. Ну, пока что все. Всем спасибо за внимание и до встречи в следующих видео. Продолжение следует...